МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационные итоги уходящей недели. Подведу я, Татьяна Фомина, и вот что сегодня в выпуске. Времени осталось мало, но еще можно успеть выбрать объект благоустройства как в городе, так и в сельских поселениях. Где правда, а где фейки? Как ахтубинцы ориентируются в бесконечном потоке информации? Каким источникам новостей доверяют? Грация, пластика и дух Востока в одном флаконе. Воспитанницы Юлии Беляевой показали поклонникам хореографии всю прелесть танца живота. В Астраханской области одобрена новая заявка на инфраструктурный бюджетный кредит в размере 989 миллионов рублей. Средства будут направлены на реконструкцию сети водоснабжения и водоотведения МУП «Астрводоканал» города Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. В прошлом году Астраханской области был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Теперь к нему прибавили еще почти миллиард рублей. Сообщалось, что все деньги пойдут на реконструкцию сетей. Но сейчас стало известно, что в проект также заложен ввод 250 тысяч квадратных метров жилья, строительство школы и двух детских садов. Времени осталось мало, но еще можно выбрать объект благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В городе это спортивная площадка у дома офицеров, реконструкция которого, к слову, начнется в этом месяце. Подрядчик определен, и, как сообщает мэрия, в рамках первого этапа оформления тротуарных дорожек, установка фонтана и малых архитектурных форм, устройство системы полива зеленых насаждений. Спортивная площадка там появится в следующем году. Как видят благоустройство своих территорий жителей сельских поселений, узнаем у специалиста района администрации Юлии Донченко. Здравствуйте. Добрый день. Ахтубинский район участвует в данной программе с 2017 года, то есть уже шестой год, и на данный момент в ней участвуют все муниципальные образования, которые по порядку предоставления субсидий, в соответствии с критерием, все принимают участие в программе. Среди новых территорий у нас поселок Верхний Баскунчак, которые в этом году благоустрают общественную территорию, сквер Карусель по улице Советская, 40, а у них заключено 4 контракта на общую сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей, два из которых полностью завершены. Осталось им установить спортивную площадку и детскую карусель с ударопоглощающим покрытием. Работы ведутся. Полностью завершены у нас работы в поселке Новониколаевка. Они выполнили первый этап благоустройства территорий по улице Молодежная, это общественная территория, прилегающая к Дому культуры. Установили ограждения, ворота, калитку. Малые архитектурные формы установили, лавочки, скамейки и освещение. Также завершены работы в Золотухинском сельсовете, ожидается оплата. Там выполнены работы по устройству тротуарной плитки, по подготовке бетонного основания под фонтан, по устройству системы полива и также электроснабжения и озеленения. По остальным муниципальным образованиям основные работы будут выполнены в период май-июнь. Более крупные контракты – это в городе Ахтубинске и Капустиноярском сельсовете. У нас будет устройство тротуарной плитки. Пока еще работы не начаты. Мы говорим об объектах, за которые жители сегодня могут проголосовать. И в следующем году начнется их благоустройство. Давайте напомним, как можно проголосовать. Участвовать в этом голосовании мы начали в 2021 году. И теперь это голосование у нас стало ежегодным и обязательным по требованиям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Проголосовать мы можем либо на сайте загородсреда.ру, выбрать соответствующий регион, муниципальное образование, объекты и проголосовать. Либо через волонтеров, которые у нас находятся в МФЦ, в администрацию города Ахтубинска и в управлении образованием. Можно обратиться по номерам 40445-54027. Вы сказали, что все муниципальные образования участвуют в этой программе. Да, все, кто имеют право по критериям. А кто имеет право на сегодняшний день? Какие здесь критерии? Критерии устанавливает постановление правительства Астраханской области. К таким критериям относятся наличие общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве. И численность населения свыше тысячи человек. К сожалению, не все муниципальные образования проходят по этим критериям. Но на данный момент участвуют все, кто имеет право. Это сколько у нас в районе муниципальных образований имеет право? 15 муниципальных образований. Из них 3 городских поселения уже участвуют и 5 сельских. Как определяются те территории, которые войдут в благоустройство? Как правило, в сельских муниципальных образованиях это 1-2 территории, которые находятся рядом с Домом культуры. Центральные общественные территории? То есть отбор данных территорий произведен заранее. На голосовании в этом году за территории, которые планируются благоустраивать в следующем году, мы проводим голосование за выбор дизайн-проектов, за выбор конкретных объектов. Ну что ж, реализация программы продолжается. Голосование идет. И напомним, что проголосовать за выбранный объект актулинцы могут на сайте за городсреда.ру. Но мы продолжаем наш выпуск. 16 мая прокуратура Астраханской области проведет горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве при исполнении судебных решений о взыскании алиментов. Горячая линия будет работать с 9 до 18 часов по местному времени. Номер телефона Ахтубинской городской прокуратуры 35304. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это крылатое выражение популярно уже несколько веков. Ведь информация всегда считалась двигателем прогресса и залогом того или иного успеха. Так происходит и в наши дни. Однако мешает одно «но». В наши дни много фейков. Что думают по этому поводу ахтубинцы? И какие информационные ресурсы они выбирают в поисках достоверной информации? Узнаем в следующем видеоматериале. Сегодня очень много информационных источников и разная информация на них размещается, в том числе фейковая. Скажите, где вы черпаете информацию и каким источникам доверяете? Я, если честно сказать, никаким не доверяю. Ведь нигде путем правды не говорят. И у меня есть свои источники. Очень много знакомых. И в интернете то же самое. Размещают там, вот, продаем, продаем. А у нас люди, как бы сказать, привыкли верить всему. Там написано, ну, я грубо, может, скажу, 300 рублей. Он отправляет деньги. А потом, опа, а ничего нет. Может быть, меня так вырастили. Но я, прежде чем получаю информацию, я ее 150 раз проверю. Как ты узнаешь, правда это или неправда? Кажется, что неправда. Центральное телевидение, интернет. Поблачь нам, чтобы сложить правдоподобную картину. Да, ну, насколько это возможно. Меня больше интересует, больше я нигде ничего не черпаю. А что касается, если, например, нужны какие-то вне книг, какая-то информация. Ну, Яндекс посмотрел, что там, Ютубе посмотрел. Но я этим не занимаюсь, поэтому так сложно со мной на эту тему разговаривать. Мы посещаем такие сайты, что мы знаем, что там нет фейка. То есть мы уже уверены в этом. Из-за чего мы уже понимаем, что мы уже не будем посещать такие сайты. И сможем довериться всем, тем людям, которые ее создали. У вас проверены источники? Да, есть. Я смотрю в телефоне, в интернете, телеграм-канал. Наши каналы, Россия, новости. То есть все проверены, я другой не слушаю. Фейкам не верю. Ну, как вы определяете, фейки это или нет? Ну, если это Коношенков говорит сам, как брифинг Минобороны, то я надеюсь, это правда. Мы верим нашим. Из местных новостей предпочитаете смотреть где, на каких площадках? Ну, вас мы любим, телецентр наш. Ну, смотрим в интернете, в одноклассниках на вас подписаны. Доверяю не всем источникам. Я очень много потом пересматриваю, перечитываю. И только потом принимаю к осведям. Поэтому так вот сразу все информации тоже наберем. Но есть, наверное, любимые ресурсы, где уже чаще всего проверены информации. Если это информация центрального телевидения, конечно. Если информация наша, Ахтубинская, тоже беру Ахтубинские новости. Просматриваю новостные каналы именно центрального телевидения. Мне кажется, все-таки, что там больше правды. Потому что в современном мире в интернете очень много грязи. Мне сейчас трудно сказать, что где-то правдивая есть информация. И наше всем доступное телевидение. Бывают фейки. Как у меня ученики говорят, Татьяна Федоровна, смотрите меньше телевизор, будете крепче спать. Ну, интернет там, конечно, всего, спама этого хватает. Газеты. Газеты тоже как-то не очень доступны стали в последнее время. По первому каналу я смотрю программу «Время». А вот эти фейковые интернеты я вообще не смотрю. Я еще плохо понимаю. Так, а больше я никуда не лазю. Телевизор стараюсь вообще не смотреть. И новостные ресурсы, касаемо, скажем так, мировой обстановки, стараюсь тоже, чтобы голову себе не забивать, не смотрю. Поэтому живу счастливо. Но какие-то новости все равно необходимы человеку. Да где же брать эту информацию? Интернет. А вот там как раз засилье – фейковая информация. Вот поэтому я ничему не верю. Это сложно так. Сложно. Ну, а куда деваться? Так проще жить. Сегодня у наших северных соседей день начался с парада войск Знаменского гарнизона. Военнослужащие и ветераны, а также их семьи отмечают 76-ю годовщину со дня образования 4-го государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны Российской Федерации. Присоединяемся к поздравлениям и идем далее. На этой неделе ахтубинцы, как и все россияне, праздновали День Великой Победы. После двухлетнего перерыва прошли по улицам в рамках акции «Бессмертный полк», неся в руках портреты своих родных, защитников Родины. Были адресные поздравления ветеранам, состоялись праздничные концерты и другие мероприятия, о которых мы продолжаем рассказывать сегодня. Накануне Дня Победы на стадионе «Волга» прошла большая ахтубинская эстафета «Спасибо деду за победу». Участие в ней приняли 23 команды, сформированные студентов, учащихся школ, в том числе кадетской, а также сотрудников городской и районной администрации гарнизона. На этом большом спортивном празднике побывал Владислав Лихварь. 6 мая, стадион «Волга», 5 часов вечера. Погода, как говорили летчики 30-х годов прошлого века, нелетная, холодная, плюс сильный ветер. Однако на стадионе уже очень много людей, причем молодых и в возрасте, и не только из Ахтубинска, но и из сел района. Большая ахтубинская эстафета – это 8 этапов по 400 метров. Каждый участник эстафеты бежит целый круг. На вас на всех сегодня приколоты георгиевские ленточки. Убительная просьба бережно относиться к этому атрибуту, потому что это символ нашей памяти и дань подвигу наших предков, которые отдали свою жизнь за великую победу. И наша эстафета сегодня, большая Ахтубинская эстафета, посвящена 77-й годовщине победы Великой Отечественной войне. Все все поняли. Эстафета посвящена очередному празднику, самому главному в нашей стране – Дню Победы. Начинают эстафеты ученики школ города и района. Наша, давай! Чуть-чуть отстал из нас! Молодец! Ты пошла! Ну давай, молодец! 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 На беговой дорожке выстроились самые быстрые, сильные, и чего уж там, красивые девушки Ахтубинского района. Прозвучала команда на старт, и понеслись девчонки к победе в этом забеге. Целая бригада судей фиксирует результаты каждого спортсмена на дистанции, равной одному кругу, или точнее, 400 метрам. Девушки первой школы завершили эстафету первыми. Готовятся к забегу и юноши. Им никак нельзя уступать кому-либо из соперников, и это очень непросто. Мы представляем команду Акши, кадетская школа-интернат. Представляем только одних ребят. Ребята у нас, девочек у нас нету. Ну, надеемся на победу. Кадетка! Сила! Кадетка! Сила! На беговой дорожке немало самых быстрых ребят, занимающихся много лет в детско-юношеской спортивной школе. Призеров в областных соревнованиях Южного федерального округа. А видели, какие спринтеры в шестой и второй школе, а в ледке. Это эстафета для нас! Мы летим, летим, летим! Я надеюсь на то, что мы победим, и что придем самые первые. Мы побежим по этим дорожкам в честь приближающего праздника 9 мая. Желаем всем успехов, счастья, здоровья. И все-таки парни из первой опять стали первыми, а вторыми завершили эстафету юные спортсмены из села Удачное. Можно нас поздравить со вторым местом. Не ожидали, конечно, но все сложилось удачно. Не просто было ученикам 5-7 класса обойти выпускников многих школ города, профессионально занимающихся легкой атлетикой. Что говорить, удаченцы очень удачно завершили эстафету. Ребятам нелегко, но ребята стараются, не сдаются. Хотя и возраст участников по-младшему и других, но стараемся. Солнце клонилось к закату, а на беговых дорожках накал соревнований возрастал. В завершающем этапе, можно даже сказать, пронеслись как ветер представители Ахтубинского гарнизона, руководители городской, районной администрации, видели зрителей, болельщики и пробежавшую Викторию Журавель, организатора этого спортивного мероприятия. И вот он, финал, построение, вручение заслуженных наград, памятных призов. Получили их все участники, а потому, что эта эстафета особенная. Победитель в ней каждый, кто пожелал принять участие в спортивном мероприятии, посвященном памяти участников Великой Победы. Кто-то победил, кто-то проиграл, кому-то понравилось, кто-то замерз. Но все достигли, получили какой-то результат. Я надеюсь, что в следующем году этот результат у всех у нас будет лучше, выше, быстрее и сильнее. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Вопрос «бедром» – это совсем не вопрос, когда речь заходит о танцах, а именно о восточных, которые популярны среди женщин всего мира. Основой всех танцев арабских стран являются движения бедрами, что и красиво, и для здоровья полезно, уверены ахтубинские танцовщицы из коллектива Юлии Беляевой, которые недавно провели творческую встречу с коллегами из других городов, рассказывает Ксения Маслова. Восточный танец – это настоящая сказка, сочетающая в себе жизнь, красоту, загадку и грацию. Многообразие ярких хореографических номеров, групповые, сольные, дебютные постановки представили подопечные Юлии Беляевой в рамках традиционного отчетного концерта. Высокий уровень творчества в синтезе с завораживающей музыкой в результате обеспечил отличным настроением и участниц коллектива, и гостей концерта. Я готовлю концерт, программу, составляю сначала музыку, наверное, которая мне нравится, музыка по душе. Как если душа поет, сразу мне хочется уже видеть девочек. И тут сразу моментально вылазят уже и костюмы, и как они будут двигаться по сцене. А потом постепенно уже наращиваешь и делаешь постепенно постановку. Какая она уже будет, иногда я даже не знаю в конце. Восточные танцы всегда привлекались женственностью, изяществом и красивыми костюмами, признается Юлия Беляева. Именно поэтому в далеком 2007 году девушка начала обучать этому искусству других. Поначалу в качестве учениц были женщины постарше. Сегодня же коллектив восточных танцев многообразен. И таковым он является не только из-за прекрасных учениц, но и из-за необычных нарядов. Идеи я придумаю сама, рисую. И все, что вы сегодня на сцене видели, у девочек огромные короны, большие на голове, это все моя ручная работа. Начало от и до. Концерт действительно получился ярким и насыщенным. А его участницы смогли со сцены передать дух Востока. Зрители были в восторге. Наряду с воспитанницами Юлии Беляевой всю красоту восточных танцев показали и приглашенные гости, в их числе Алия Курбанова. Наверное, каждый в Ахтубинском районе хоть когда-то слышал от танцовщицы родом из Нижнего Баскунчака, которая научилась технике восточных танцев самостоятельно, благодаря видеокассетам ливанских танцовщиц. Я с удовольствием приезжаю на родину и даю уже не один год концерты совместные с Юлей. Да, у нас были концертов 14. Правда, у нас был перерыв. Публика живая. Нас чувствует она хорошо, а мы стараемся чувствовать ее. Не все получается делать то, что было задумано. Вот реализовываю потихонечку, потихонечку, степ-бай-степ. А так идей очень всегда много. Я все время в творчестве. Я работаю со своими костюмами, костюмы на заказ. Вся эта красота всегда рядом. Ну, плюс еще как бы танцы. Танцевать, когда невозможно было в ковидный период, тогда мы снимали видео. Еще одна гостья концерта. Олеся Васильева приехала в Ахтубинск вместе со своими подопечными из города Астрахани. Девушка занимается восточными танцами более 15 лет. 10 лет назад она открыла свою школу. Говорит, танцы – это ее все. Этим направлением танца я начала заниматься уже во взрослой жизни. Поэтому, когда я захотела заниматься танцами, то есть именно восточные танцы, именно били-дансы, был актуален для моего возраста. Спасибо большое организатору концерта Юлии Беляевой. Все очень понравилось. Мы очень довольны. И публика очень нас хорошо встретила. Всех спасибо большое. Ксения Маслова, Сергей Вакула, Ахтубинск ТВ Такой запомнится уходящая неделя. А я на этом прощаюсь. Хороших выходных и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok